В эфире РБК «Алфа». Мы вещаем из отеля «Шаратон». Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Запрета нет. Минфин опроверг информацию о запрете продаж в розницу, пиво, индивидуальными предпринимателями. Спад в строительстве, динамика ввода жилья в республике просела на 5%. И матч звезд КХЛ. Организация спортивного праздника обойдется бюджету Башартостана в 3 миллиона 750 тысяч рублей. Минфин Россия опроверг информацию о запрете продаж в розницу, пиво, сидра, пуаре и медовухе индивидуальными предпринимателями. Ранее СМИ распространили информацию, что эту норму планируется ввести с июля 2017 года. Все же обсуждения на эту тему велись. Предметом стала претензия Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, у которой есть разночтение в декларациях об объемах производства и продаже пива. На сегодняшний день напиток продают две группы продавцов. Это лицензированная розница, магазины, кафе, рестораны и небольшие торговые точки по продаже разливного и бутилированного пива, которым требования по лицензированию не предъявляются согласно действующему законодательству. По словам экспертов, объемы продаж нелегального алкоголя в них не превышают 7%. Урегулировать этот нюанс может система ЕГАИС. Против и ФАС выступил, и Минэкономразвитие, против выступил и омбудсмен господин Титов. То есть, в общем, никто эту инициативу не поддерживает, потому что нельзя в период кризиса резать предпринимателей малых. Так вот, ну, есть, например, там 100 тысяч торговых точек. Я думаю, что 75 тысяч перерегистрируются, станет, так сказать, вот юридическими лицами. А 25% могут уйти с рынка. Грубо говоря, это не менее 150 тысяч рабочих мест. За 10 месяцев 2016 года в Башкортостане за счет всех источников финансирования введено 2 миллиона 60 тысяч квадратных метров жилья. Это почти на 5% меньше, чем в прошлом году. Такие данные приводит служба статистики. Как и прежде, основную долю составляет индивидуальное строительство. Почти 70% жилья построено населением за свой счет и с помощью кредитов. Это 1,5 миллиона квадратов. Причем темпы индивидуального строительства не сократились, а, напротив, выросли в пределах 5%. За этот же период объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности строительства, превысил 150 миллиардов рублей. Это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на четверг. Доллар и евро подорожали. Курс американской валюты по отношению к российской увеличился на 38 копеек и оценивается в 64 рубля ровно. Европейск скакнуло на 51 копейку, 68,05. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в банке образования за 64,21, по продаже в банке Тульский расчетный центр за 64,5 рубля. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Башкомсно-банке за 67,90, по продаже в Быстро-банке и Россельхозбанке за 68,19 рубля. Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Башкортостана объявил о проведении конкурсного отбора для предоставления займов. Для этих целей из фонда поддержки инвест-инициатив выделили более 7 миллионов рублей. Документы на конкурс можно подать с 28 ноября по 9 декабря. Займы будут предоставлены по итогам отбора на условиях возвратности, платности, обеспеченности в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Средства получат те микропредприятия, которые не имеют задолженности по налогам и сборам, те, кому нужны деньги на дальнейшее развитие и расширение. Планируется к распределению сумма чуть больше 7,5 миллионов рублей под ставку 6% за 3 года. То есть это немного больше, чем 2% годовых получается. То есть очень льготная ставка. Это может быть строительство своего помещения, закупка оборудования, расширение какое-то. Основным критерием, конечно, является увеличение рабочих мест. Чем больше рабочих мест создаются, тем более значимым этот проект является. Центр спортивной подготовки Башкортостана готов потратить на организационное сопровождение матча звезд КХЛ, который пройдет в Уфе в январе 2017 года, до 3 миллионов 750 тысяч рублей. Затраты финансируются из бюджета республики. Центр назначил проведение трех тендеров по отбору подрядчиков на 1 декабря, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на документацию, опубликованную на портале госзакупок. До миллиона 400 тысяч рублей планируется потратить на организацию питания спортивных команд, судей, волонтеров и проведение торжественного приема в честь матча на 330 человек. До миллиона 300 тысяч рублей выделяется на организацию и проведение театрализованного представления. Еще миллион на рекламу мероприятия. Подрядчики должны быть определены 1 декабря. К этому часу вся информация. Оставайтесь с РБК.